В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили более 500 тысяч птиц. 138 тысяч в результате заболевания погибли. Сейчас все ограничения и карантинные мероприятия находятся на заключительной стадии. Их обещают отменить в ближайшее время. Тем временем в республике решили возобновить вакцинацию от гриппа домашней птицы, которая в последний раз проводилась два года назад. Прививать домашних пернатых будут до конца лета. В Минздраве страны хотят запретить россиянам покупать спиртные напитки в выходные дни. По мнению экспертов, такие меры будут эффективны в борьбе с алкоголизмом. И напоминают, что регионы сами имеют право ограничивать время, условия и место продажи алкогольной продукции. Федеральный запрет на продажу спиртного действует с 23 до 8 часов утра. В России утверждены поправки в правила дорожного движения, по которым в них появятся термины электромобиль, гибридный автомобиль, соответствующие дорожные знаки и разметки. Кроме того, они разрешают движение велосипедистов в возрасте до 14 лет по тротуару или пешеходной дорожке в сопровождении взрослых. Более 27 тысяч земельных участков получили многодетные семьи Татарстана. По данным Министерства земельных и имущественных отношений республики, всего в списках на получение почти 42 тысячи заявителей. Из них более 5,5 тысяч – многодетные семьи набережных Челнов. Несмотря на понедельник, в Челнинском дворце Торжец сегодня проводились церемонии бракосочетания. На регистрацию в одну из самых красивых дат этого года – 17.07.17 – подала заявление 31 пара. К слову, в минувшую пятницу здесь официально скрепила супружеский союз – 1600 пара с начала года.